И снова здравствуйте! Здравствуйте, мои удивительные, невероятные, светлые души! Я рада приветствовать каждого, кто зашёл на мой канал, кто слушает, смотрит данный эфир. Милые мои, хорошие, благодарю вас за сообщение, которое вы мне отправили, и за ваше желание узнать о том, как ангелы-хранители взаимодействуют с личностью человека. Сегодня данный эфир я провожу с хранителем души. Он будет давать ответы на такие... Он будет рассказывать вам о том, как происходит взаимодействие с личностью человека, и по каким знакам вы сможете определить, что вы слышите хранителем души. Сейчас я возьму ручку и лист бумаги и буду записывать всю информацию, которую буду получать от хранителя души, и вам её буду читать. Хранитель души говорит, что взаимодействие что взаимодействие проходит с каждой личностью личностью человека, живущей на планете Земля. Каждая Каждая личность имеет двух хранителей, с которыми душа душа является, воплощается, воплощается, воплощается в тело человека. да, именно два хранителя. настоящее настоящее время, когда развиты все технологии душе 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 очень сложно сложно выполнить свою миссию, с которой она явилась на свет отца небесного. технологии мешают душе душе стучаться как бы по человеческим языком, да, говорить, до личности, душе чтобы она услышала внутренний голос души. Именно поэтому с ней и взаимодействует сейчас нотку поэтому с ней взаимодействуют хранители, которые с ней посланы отцом небесным для ее помощи. хранители выполняют взаимодействие с души и личности человека. взаимодействие с душой и личностью личностью с душой и с можно узнать о своем предназначении души, с которым она явилась на землю. Многие люди приходят многие люди не не знают о том, что за предназначение и поэтому у них много проблем со здоровьем и много всего того, что делает их жизнь несчастной в понимании человека и лишь взаимодействие действия с хранителями телами души души личность может 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 стать здоровее и я извиняюсь перед хранителями тоже иногда можно так останавливаться для того, чтобы просить их, чтобы немножко отдохнуть вот я надеюсь, что вам интересно все это вы можете слышать меня как я читаю все, что пишет моя рука вот так я посмотрите это происходит все идет одним текстом я должна просто успевать это не моя рука только моя рука ручка здесь все остальное это движение что взаимодействие с хранителями идет они пишут а я для вас читаю мне главное чтобы успеть это все для вас передать но продолжаем личность может стать здоровее и намного успешнее будет его путь на этой планете и земля хранители очень любят свои свои хранители очень любят зай и май здесь здесь два платье и помогать душе выполнить ее 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 иногда такие слова и они эти и ее выполнить ее есть есть такие слова которые раньше износили употребляли на руси но для нас они немного неизвестные уже стали явление выполнить ее явление на землю и ее миссию чтобы она уйдя 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 чтобы она уйдя вернувшись это слово вернувшись к отцу небесному была счастлива ведь она не зря являлась в человеческом понимании родилась в теле человека сейчас сделаю немножко перерыв потому что рука это взаимодействие происходит так на руках энергия так записывает что нужно быстро успевать это слово написать и мало того что написать его еще вам передать как проходит взаимодействие каждое личность живет и даже не догадывается о том что с ним с ней ряд рядом всегда каждую минуту его жизни на земле находятся хранители которые которые постоянно говорят о том что лучше сделать куда пойти и чем заняться человеку той или иной ситуации да хранители все знают о личности рядом с которой находятся ведь они с душой пришли явились в этот земной мир они постоянно ее сопровождают так скажем да по-человечески сопровождают они ее оберегают ведь душа это часть отца небесного небесного но многие люди даже этого не понимают и ведут себя очень плохо и неприятно представьте себе что хранители видят видят вас во всех ваших образах и каково им рядом рядом с вами они будут рядом с душой до последней минуты и пока жива личность человека пока функционирует тела тела да они рядом всегда пока тело живо я извиняюсь и прошу прощения у хранителя немножечко остановлюсь здесь и скажу что я испытала когда все это сама узнала я всегда мечтала о том чтобы взаимодействовать с хранителями и моя мечта осуществилась я взаимодействую с ними но тот момент когда я я вам рассказывала о том о своих грехах и когда я их заново все это просмотрела благодаря хранителям которые показали мне это все я испытала такой стыд невероятный стыд за каждое свое деяние я испытала и даже стыд такой что не могла представить как хранители все это время были рядом со мной они ведь все это видели знаете милые мои хорошие любимые для чего я это все записываю для вас ведь многие из вас даже ведь не догадываются о том что происходит то может что будет после того как тело закончит свое пребывание на земле как душа ведь это ты за каждый поступок свой за каждый грех будешь там отчитываться по-другому в теле человека мы еще можем успеть что-то изменить без тела я взаимодействовала и общалась с душами которые уже ушли когда я узнала какую они боль испытывают после того когда уходят отсюда земли они говорят что в теле человека боль испытываешь намного меньше потому что оно материально и все по-другому а когда ты без тела очень сильно страдает и мучается там душа ведь она мало того что грехи вот эти все собирают личности человека с которой она является сюда в теле которого она является и должна взаимодействовать мало того что она многие души большинство душ даже не подозревают о своем предназначении они это предназначение не выполняют так она еще этот эти грехи личность человека которая делает потому что это делает личность к сожалению мы многие из нас даже не понимаем насколько это все трудно и как это все работает для этого я сейчас это все вам рассказываю от хранителей души чтобы вы знали чтобы вы сегодняшние минуты вот после того как просмотрите этот эфир чтобы с этой минуты вы уже начали просить прощения у отца небесного за то что вы сделали в прошлом и у своих хранителей которые все время пребывали с вами и остановились делать плохие вещи вы знаете что такое плохое плохие вещи пить курить чужое брать обижать обманывать очень много да прелюбодействовать очень много вы сами все знаете вы все сами знаете этого не нужно вам даже говорить вы все знаете вы знаете что такое хорошо что такое плохо вы давно уже все знаете я это говорю для любого возраста не имеет значения в каком возрасте остановились и начнете что-то делать другое в любом возрасте можно успеть начать жить по-другому я сама только учусь это очень сложно чтобы в этом мире что-то не делать не так но я учусь и я очень счастлива что у меня происходит это взаимодействие потому что хотя бы я не знаю сколько мне жить лет дней месяцев но это уже не имеет значения потому что я хочу научиться жить по-другому так как как должна жить личность и взаимодействовать с душой чтобы узнать свое предназначение а это можно сделать только только через взаимодействие с хранителями можем продолжить взаимодействие за взаимодействие взаимодействие с хранителями Мителями человек может узнать о всех своих прошлых воплощениях. Это поможет ему избежать новых ошибок. И принять те черты характера. Личностей. Нет, нет, черт их раз. Это я свое слово слышу. Те характерные. Это я понимаю, что слова векут у меня. Рука начинает это взаимодействие. Очень сильно идет давление. Так только успеваешь это кружочки, шарики записывать. Я так понимаю, это от взаимодействия всегда так происходит. Когда много начинаешь писать, уже буквы только успевай. Должен ты понять, что как у человека у каждой прошлой жизни у нас были ошибки. И так же с прошлой жизни у нас были сделаны многие таланты, как бы сказать. У кого-то таланты, гримесла. Все это в прошлых накоплениях душа нарабатывает каждый свой приход. Она что-то, этот опыт брала. Так же как у меня. Я стала многое узнавать из того, что было со мной в прошлой жизни. И многие техники я стала применять в этой жизни. Потому что я даже раньше не могла понять, откуда у меня это все приходит. Почему я делаю то-то, то-то. К примеру, почему меня тянуло очень сильно вязать крючком. Я ведь раньше никогда не вязала в детстве. Смотрела на бабушку, да, она вязала. И не понимала, что это такое. Потом, когда я сильно здесь заболела, очень сильно я лежала в постели и не знала, что делать. Не могла рисовать тогда. И тогда пришла идея мне вязать крючком. Хотя я никогда не училась вязать крючком. Я просто попросила мужа, супруга, чтобы он мне принес нитки и крючок. Он принес. И вы не поверите, ведь я же даже не знаю, как описание. Я начала это все вязать, 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 вязать. Тогда я ничего не могла делать. Я думала только, как бы мне выжить, как бы мне выжить и чем-то заняться. Я начала это вязать, вязать по кругу, по кругу. И потом это у меня стало потихоньку выходить какие-то ромбики, квадратики. Я, благо, в интернете все это есть. Я схемы читать не умею. Но я смотрела, как люди делают так-то. Пару раз посмотрела и все. И я так сильно запомнила, что я стала сама все это на ходу выдумывать. Я даже не умею записывать схемы. Я не умею. У меня все на каких-то бумажечках, на клочочках. Потому что я не понимала, как я это все делаю. И я хотела вязать, вязать, вязать. Я столько навязала за тот год, пока болела. И это невероятно просто. Эти скатерти какие-то, одежду себе. Она мне вообще не нужна была. Но я ее так вязала, вязала. И вот недавно я тоже села. Вот прям такое сильное желание связать скатерть. Мне муж говорит, зачем тебе эта скатерть? Ну, там, я говорю, я постелю на балконе и на стол. У меня есть, говорю, много вязаных вещей. Они у меня лежат. Я их не ношу. Мне надо было просто связать и надеть. И все. Один раз. Связать, надеть и все. На один раз. И я не понимала, зачем я это делала. Я целую кучу навязала таких вещей, которые не продавать я не хотела. Вот именно мне надо было вязать. Надела и все. Давай другое. Давай другое. Теперь я взяла три вещи. Платье всякие, кофты. Начала распускать. И даже не сматывая на клубок, я прям сразу же с этих изделий опять начинаю вязать. Он мне говорит, а что ты вяжешь? Я говорю, у меня столько работы, много другой. Ну вот почему-то у меня аж прям вот руки тянут. Вот надо крючок взять и нитки, и вот вязать. И когда я стала взаимодействовать с хранителями, то я стала узнавать. Оказывается, в прошлой жизни, не в этой прошлой, а даже перед прошлой, там очень много жизней, я оказывается вязала. И вот я говорю, супруга говорю, я только скатерть хочу связать. Он мне говорит, зачем тебе этот скатерть? Я говорю, я не знаю. Вот я распущу эти вещи, которые раз надела, и свяжу скатерть на балконе, постелю ее на стол. Он говорит, ну зачем аж там будет мараться там, ну у нас здесь еще может быть ветер когда-то. Зачем такую скатерть вязать, чтобы потом... Я говорю, я хочу. А потом, я когда вязала, и хранители мне говорят, а ты знаешь, почему ты вяжешь? Я говорю, почему? Потому что ты в одной из жизней вязала. Это ты... Душа так хочет, очень сильно душа хочет, и хранители мне как будто вот... Я, знаете, так вот ходила, ходила, как ребенок. Вот там он хочет что-то, игрушку взять, а я быстрее крючок вязать, вязать скатерть. Он говорит, это душа хочет. Скатерть вязать, это ее из прошлой жизни она это делала. И так сразу благость приходит в душе. Почему это делаешь? Потому что она же радуется. Вот представьте себе, если вы делаете те вещи, которые раньше делали в прошлых воплощениях. И для этого даже учиться не надо. Потому что, когда вы взаимодействуете с хранителями, вы прекрасно уже все знаете. Вот так произошло у меня. Ведь я же во всех делах своих самоучка. Я ничему не училась. У меня нет таких специальных образований, специальных там художественных каких-то. Я самоучка. Я все сама делаю, потому что я слышала голос души. А сейчас, когда я сильно взаимодействую с хранителями, так вот они мне начинают рассказывать. Вот то-то я в той жизни делаю, в той-то в этой жизни. И поэтому вот так. Сейчас я немножечко отдохнула и продолжим. Я буду записывать и диктовать вам о том, как происходит взаимодействие. Вот это как раз о том, что человек, который занимается рукоделием, ремеслами, вот как наслаждение получает, да, это все опыт вашей души из прошлого воплощения. И поэтому многие люди, которым повезло в этой жизни, и они занимаются вот тем, от чего им хочется, знаете, петь, танцевать и радоваться, радуетесь, да, это говорит о том, что вы слышите голос своей души. Каким вы образом ее слышите? Вы слышите ее через взаимодействие ваших хранителей. Именно так происходит взаимодействие. Вот, девочки, кто вышивает, шьет, вяжет, и если вы получаете от этого момента взаимодействия, от этого момента удовлетворения, радости, счастья, вот это вы же взаимодействуете с хранителями. Души. Да, именно так все и происходит. Люди, которые получают удовольствие от любого действия, благого действия. Во благо другого человека, земли, отца небесного. Все благие дела, делающие руками человека и направленные на созидание. И улучшение. Все это потому, что эти люди взаимодействуют. А по-человечески, если так сказать, в человеческом языке слышат хранителей. Их подсказки. Они считывают информацию и идут делать. Они, многие, думают, что это они придумали или решили сделать то или иное действие. Но на самом деле это они услышали хранителей. Хранителей души, с которой они взаимодействуют. Только так все работает. И поэтому сейчас, когда вы слышите эту информацию, и кто из вас слушающий, занимается соблагим, созидательным, добрым. Поблагодарите прямо сейчас своих хранителей, которые каждую минуту говорят вам о том, как и что сделать. Это все хранители души. Немножечко передохнуло. Вот я взаимодействую, вот так пишу. Здесь даже не видно слов, но у меня вот так происходит взаимодействие. После того, как вы начнете благодарить своих хранителей о том, что ваша творческая созидательная деятельность, любая, в кулинарии, в вязании, в шитье, не знаю, в выжигании, в любом созидательном действии, в благом, направленном на улучшение, на все благое. Это все, что благое и созидательное, все это от хранителей. Многие люди думают, что они как бы слышат свою интуицию или просто их желание так. Ну, мы говорим, о, душа так радуется, мы сделали, душе, наверное, приятное сделали. Это все вы считываете информацию хранителей, и вот таким образом первое взаимодействие происходит именно так. Сейчас, наверное, я... Потому что это очень сложно много писать. И я этот эфир, наверное, разделю на две части, потому что, может быть, это много будет. Сейчас я попробую вам передать другую информацию, которая поможет вам... Я не понимаю, это я говорю, да? Да, хранители сейчас будут через меня, ну, вам как бы передавать энергию, такой заряд энергии для того, чтобы вас пробудить вот это вот желание слышать, взаимодействовать, желание слышать хранителей, слышать голос души. И они каждый раз после каждого эфира, сеанса, вот эти все движения, что я делаю, это делают хранители. Если вам в этот момент хочется дотронуться до экрана, трогайте. Если вам в этот момент хочется закрыть глаза и просто слушать мой голос, слушайте, закрыв глаза. Если вам хочется в этот момент, я не знаю, там, качаться, двигаться, все, что хотите, делайте. Если вам после эфира становится настроение улучшается и вас пробуждается желание созидать, то, значит, все правильно сделано. Сейчас я буду просто говорить слова, которые идут от хранителей, а вы просто эти слова слушайте и заряжайтесь энергией, которую мои хранители дают вам. Вы просто берите ее и идите после этого созидать и делать. Пусть ваша душа почувствует эту энергию и вас пробудится желание услышать хранители. Пусть у вас пробудится желание взаимодействовать со своими хранителями. Пусть у вас пробудится желание на созидании. Слушайте, хранители, слушайте голос своей души. Слушайте. 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 Сейчас хранители говорят с вами. Услышьте. Услышьте их. Услышьте своих хранителей. Услышьте своих хранителей. Пусть этот эфир поможет вам, поможет вам взаимодействовать с хранителями. Если ваши руки начинают двигаться плавно, как в танце, это взаимодействие ваших хранителей. Именно так они взаимодействуют. Почувствуйте их. Просто расслабьтесь. Расслабьтесь. Вы можете не смотреть в экран. Закройте свои глаза. Расслабьтесь. И вы начнете чувствовать, как ваши руки сами самопроизвольно начнут подниматься, либо танцевать. Вы начнете качаться, двигаться в разные стороны. Это все взаимодействие ваших хранителей. Это энергия, которая всегда рядом с вами. Это она поднимает ваши руки вверх. Это она начинает взаимодействие. Это хранители так делают. Почувствуйте. 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 Все это делают они. Возможно, вы почувствуете в ладошках тепло. Да, тепло. Ваши ладошки наполняются теплом. И ощущение, что в руках такой сгусток энергии. Почувствуйте. Просто возьмите и почувствуйте такие сгустки энергии. Это все хранители. Почувствуйте. Это все хранители. Это они так делают. Человек так не умеет сам делать. Это все они делают. Они могут двигать вашими руками. Они так двигают. Это такое блаженство. И так приятно. Попробуйте. Попробуйте. Просто расслабьтесь. 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 И вы увидите, как ваши руки сами начинают двигаться и делать движения. Просто расслабьтесь. Дайте рукам своим насладиться взаимодействием с хранителями. Они могут делать волшебство. Потом я сниму обязательно видео, как я с ними делаю зарядку. Это просто невероятно. Ваше тело будет делать зарядку само. Вам не надо делать движения, которым вас учили в школе. Потому что или в школе, или где-то по телевизору вы смотрите аэробику. Многим из вас эти движения не нужно делать. Вы даже не представляете, насколько ваше тело, ваша душа, все это, все само знает, что нужно делать. Можно просто расслабиться. И она, ангелы, будут делать вам, помогать зарядку. Они будут показывать вам движения для вашего тела, которые полезны для вашего тела, чтобы вам не нарушить где-то, не повредить. Все это хранители делают. Вы просто расслабьтесь и позвольте своим хранителям помочь вам. Просто расслабьтесь и позвольте им помочь вам. Ваша душа, она желает, чтобы вы поняли ее, услышали голос и узнали свое истинное предназначение. Взаимодействуйте со своими хранителями. Они вам помогут. Помогут. Только они помогут вам. Только хранители. Да будет так, да будет так, да будет так. А на этом я буду завершать свой эфир. Надеюсь, он вам понравился. Эти движения. Вы знаете, очень многие вещи я узнала, чем занималась в прошлой жизни. Очень-очень многие вещи. Я буду потихонечку потом вам рассказывать об этом все. Я раньше не понимала, почему меня все время кто тянет пойти в буддийский храм. Потом, почему я хочу полететь на Тибет. Потом, почему я хочу пойти в католическую церковь. Очень многих вещей я не понимала. Меня прям как разрывало на разные части. Я очень многого не понимала. И я думала, что мало ли что со мной происходит, почему я какая-то такая странная. А сейчас я благодаря хранителям многие моменты своей жизни понимаю, принимаю и желаю пойти путем правильным правильным и многое в себе улучшить. Улучшая себя, я улучшаю качество пребывания на этой земле. А рядом со мной и другим будет лучше и легче. Все так именно и работает. Все есть энергия. И мы, взаимодействуя с друг другом, работаем как помогаем друг другу. Мы звено одного большого организма. В какую сторону вы будете развиваться, туда вас и выведет, и вы то и получите. Начните прямо сегодня. Начните с сегодняшнего дня взаимодействовать с хранителями души. И она вам подскажет, куда вам идти и что делать. А я благодарю вас за ваш свет, тепло ваших душ и за то, что вы со мною рядом. До встречи. Благодарю своих хранителей за то, что взаимодействовали со мной и дали ценную информацию, которой я с удовольствием поделилась. Благодарю. 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 Поблагодарите своих хранителей. Они будут несказанно счастливы. Благодарите прямо сейчас. Обнимаю вас и люблю. Хранил всех Отец Небесный. Ваша Татьяна. Отец Небесный. Ура. Ура. Продолжение следует...